И мне бы очень хотелось, чтобы после данной лекции каждый из вас ушел с пониманием, чем вы отличаетесь от своих коллег, не будем говорить конкурентов, потому что, собственно, сегодня задача Станислава рассказать, что конкуренции в дизайне нет, потому что каждый из вас уникален, у каждого есть своя фишка. Именно это мы сегодня будем искать с дизайнером, руководителем студии дизайна, бизнес-тренером, который уже выпустил большое количество дизайнеров интерьера из-под своего крыла в своей авторской школе дизайна. Человек, который на самом деле консультирует сейчас и работает не только с дизайнерами интерьеров, но и с различными предпринимателями, и поэтому его кругозор и бизнес-направленность гораздо шире, и сегодня он будет с ней, ей, с вами делиться. Итак, друзья мои, у нас в гостях Станислав Орехов, давайте под ваши аплодисменты мы его будем приветствовать. Спасибо большое. Передаю микрофон. Спасибо за отличное представление. Всем привет, добрый день, добрый день. Меня зовут Станислав Орехов, кто меня не знает, поднимите руку. Отлично, кто знает, кто пришел. Супер, дизайнерских рук. Сегодня буду рассказывать о себе, сегодня буду, не о себе, а о вас, потому что моя задача сделать так, чтобы каждый специалист творческий умел зарабатывать деньги. То есть я про это, как через творчество на любимом деле зарабатывать, как делать классные проекты, которые нравятся клиентам и которые приносят нам достойный доход. То есть моя миссия, моя цель сделать так, чтобы у каждого человека был четкий пошаговый план, как реализовать там свой потенциал творческий и как сделать, может быть, систему. Кто-то лично будет общаться, кому как удобно. То есть моя идея такая, что каждый может работать и зарабатывать так, как ему хочется, столько хочется, с кем хочется, каким способом. Вот я долго думал, как к этому прийти. У меня системный достаточно мозг и плюс творческий у меня две суперспособности творчества и система. И мне кажется, я нашел вот эту вот золотую середину, которую я сегодня хочу поделиться с вами. Я подготовил несколько картинок, это несколько наших проектов, просто чтобы понять, какие стили мы делаем, потому что кто-то меня не знает. Но вот примерно лучше всего об авторе говорят его проекты. Это проекты сделаны мной, нашими студентами, которые у нас учились и которым я потом дальше предоставлял возможность работать с нашими проектами. А также нашей компании, нашей студии. То есть я работаю и сам, и у меня есть команда компания, и мы еще студентам тоже даем разные варианты. Хочу показать, что стили достаточно у нас разные. Сегодня будем говорить про уникальности. Уникальность бывает по стилю, бывает не по стилю. Бывает по типу клиентов, бывает по разным-разным параметрам. Сегодня с вами с этим поработаем. И вот у меня уникальности по стилю нет, но есть уникальность по некому подходу. То есть стили совершенно разные, но есть некая общая цветовая гамма, некие общие настроения, натуральные материалы. Интересные идеи – это вот то, что мы делаем, то, что нас вдохновляет. Вот, например, такая вот печка, современный вроде дизайн, но вот такая вот интерпретация центрального какого-то элемента. Стараемся делать яркие какие-то элементы, очень много работаем с материалами, придумываем, что можно сделать. И вот поэтому нас покупают в том числе наши заказчики, наши клиенты, это вот, можно сказать, наша уникальность. Делаем разные большие квартиры, дома, делаем небольшие квартиры, 58 метров, но каждый из них обладает некой такой теплотой, неким таким интересным характером, в котором я стараюсь заложить частичку себя и частичку своего подхода. Вот, в том числе классические стили тоже применяем. Наша главная задача сделать так, чтобы человеку было комфортно. Мы работаем с человеком, с премиум сегментом, с бизнес сегментом, с эконом не работаем. Практически в основном у нас это бизнес сегмент и чуть-чуть иногда премиум. Не все, кстати, проекты можно показывать. Работаем с корпоративными тоже заказчиками, тоже это не наши ключевые показатели, сегодня будем об этом говорить. Но некоторые компании и менеджеры нас просят поработать с классными проектами, от которых нельзя отказываться. Вот в данном случае мы Аэрофлот сделали, не скажу, что что-то особенное, но это вот авиакасса на Арбате, тоже знаковый такой проект. Кенрос, делаем удаленно офисные центры, это в Магадане у нас центр. В Москве разные офисные центры, IQ квартал, вот здесь вот недалеко тоже делали, три башни. В общем, но любим больше всего вот такие вот домашние и уютные стили, работать с людьми, про людей, для людей. Очень часто делаем реконструкции, так что клиент к нам приходит, и у него, допустим, дом, либо таунхаус какой-нибудь, и мы делаем чаще всего в два раза больше по площади, и у нас вот выгода, это одна из ключевых тоже особенностей. Вот такие вот интересные, мощные, необычные, навороченные интерьеры. Иногда вот у нас заказывают и любят. Эта квартира тоже вот интересный такой один из заказов. В общем, любим, что максимум нестандартно, и это представляем. Ну и достаточно обычные тоже проекты есть, вот как бы слева было, вернее, картинка, да, и как получилось. Совершенно обычные кухни и совершенно обычные проекты тоже делаем. Так, как вам? Нормально все? Супер, отлично. Я попрошу включить вторую презентацию, и теперь кто готов поработать чуть-чуть по уникальности? Есть желание? Давайте поговорим с вами. Я буду вас спрашивать, и вообще, что такое уникальность в дизайне интерьера? Это сегодняшняя наша тема, которую авторы этого мероприятия попросили меня затронуть. Давайте я скажу, кто понимает вообще, что такое уникальность вообще? Что такое уникальность? Как вы думаете, для чего она нужна? Зачем вы здесь, что вы хотите услышать? Да, я буду озвучивать уникальность что? Что отделяет от конкурентов? Да, еще что? Да? Своеобразность, индивидуальность? Оторжает мир художника? Погромче можно? Или можно с микрофоном тоже дать? Частичка тебя в твоем проекте. Так, давайте. Вот с микрофоном. Непохожесть. Непохожесть, отличие. Еще что для кого? Все, ясно? Какая цель уникальности? Давайте дальше. Блиц-опрос. Поднимайте руку смелее. Смотрите, сегодня наша задача, давайте так. Почему я спрашиваю, кто будет работать, тот сделает уникальность. Сразу приготовьте там телефоны, ручки. Сегодня наша задача… Тут будет много зарабатывать. Да, да, я сейчас и хочу сказать. Наша задача сегодня определить вашу уникальность. Одна из ключевых особенностей, это не просто так. Это чтобы больше зарабатывать и больше заказов получать. Как я это делаю, как вы сможете это делать после сегодняшней лекции, если делаете задания, если будете активными. Поэтому активность поощряется. Чтобы из всех выбирали именно тебя. Чтобы из всех выбирали именно тебя. Ага, отлично. А можете, пожалуйста, сделать вот этот микрофон тоже погромче? Чтобы можно было самовыразиться. Самовыразиться. Свой стиль, да, себя показать. Да, отлично. Классное, кстати, замечание. Самореализация. Самореализация. Духовная самореализация. Это в первую очередь. Супер. В дизайне идут, чтобы показать себя, рассказать о себе, показать через творчество. Ага, отлично, отлично. Найти своего клиента, который близкий к тебе по духу. Супер, да. И тогда будет классный проект. Так, молодцы. Давайте вот последнее. Идем дальше. Ну, все сказали, но, возможно, уникальность – это то, чтобы тебя запомнили, и через месяц, два, три именно о тебе вспомнили. Запомнили. Отлично. Вот все, что вы говорите, все так. То есть это все действительно, все правильно. И для каждой уникальности это свое. Это очень классно. Сейчас мы как раз об этом поговорим. Почему не получается свою уникальность найти? Давайте так, у кого есть уже уникальность, кто понимает ее? Поднимите руку, точно понимает. Раз, два, можно? Три. Вот три человека. Очень интересно послушать. Какая ваша уникальность? Ну, у меня уникальность с тем, что я работаю с редизайном интерьеров. То есть я их обновляю по ту задачу, которая ко мне приходит. И я всегда работаю с какими-то яркими цветами и ищу какие-то нестандартные решения. Класс. Да, все, подходит. И цель, наверное, реновации, даже вы сейчас выступали. Редизайн. Редизайн, да, редизайн. Супер, да. Кто еще уникален? Три человека поднимали, да. Кто-то поднимает. Передумали? Девушка, девушка. Здравствуйте. Я работаю в первую очередь для клиента. Моя фишка в том, что я его чувствую и делаю то, что ему нужно. Красиво. Отлично. Красиво, да. А в чем уникальность? Уникальность в этом, что мало кто чувствует клиента и пытается предложить то, что сейчас модно, а нужно предложить то, что нужно именно человеку. Так, а кто чувствует клиента? Кто умеет чувствовать клиента? Поднимите руку, пожалуйста. Ну, то есть в целом достаточно много людей. В этом суть, что вот как нам кажется, что уникальность что-то, вот оно уникальное, и мы как бы чувствуем это. А для клиента, как, ну, то есть он не видит, в чем именно вы. Сейчас поговорим про эту тему, чтобы точно было понятно, как отличаться. То есть вот у вас не до конца уникальная уникальность. Сейчас сделаем ее до конца уникальной. Еще кто-то поднимал руку? Да. Когда заказчик о чем-то мечтает, и ты это ощущаешь, и пытаешься вывести наружу его желания, его мечты. Да, это процесс, как вы работаете, так. Исключая, открывая вот эти двери, которые нам даются при помощи моды, стилистики, вот этой штампованности, пытаешься найти в нем какой-то такой гвоздь, тоже его уникальности, с которой ему будет комфортно дальше жить. То есть… Личный подход к человеку. Да, он будет приходить, к примеру, домой, да, и ему будет, вау, классно, он будет заряжаться и при этом отдыхать. Да, классно, классно, хорошо. Тоже не уникально. Вот пока у нас только одна уникальность более-менее, потому что уникальность не про то, как там человек чувствует, ну, или как вот ты хочешь найти, а про то именно, что ему нужно конкретно. То есть вот из этого всего абстрактного нужно выбрать именно одно конкретное, на чем вы специализируете и клиент. Сейчас я буду об этом рассказывать, сейчас вы поймете вообще, что я имею в виду и сможете составить свой план. Сейчас я объясню, почему не получается сформулировать уникальность, почему мы думаем, что мы уникальны изнутри, это действительно так, но клиент этого не видит и не понимает. Вот это большая проблема, когда вроде бы она у нас есть, уникальность, и мы ее чувствуем даже сами, но мы не можем выразить на языке клиента. Это самая основная задача. Я с этой задачей бился очень много, когда я не мог понять, не мог выделиться, мы все дизайнеры, на всех учили работать в разных стилях, и с классическими интерьерами, и с современными, и с общественными, и с частными, и с таким клиентом, и с таким, и каждого мы можем почувствовать, и именно под него сделать дизайн. Нас так учили, правильно? Да, и мы так говорим, вот и девушки тоже сейчас говорили именно про это. Но клиента другой ищет. Вот что получается, с левой стороны, вот видите такие крестики у нас получаются, это именно сочетание, то, что у нас уникальность в чем. Слева это я могу, я дизайнер, могу все. Черточки, это вот область того, что он может вообще, что он научился, что он умеет. Чувствовать, работать в разных стилях, с разными материалами, тенденция, что нужно человеку, то есть все, область знаний. Он учился, он молодец, он 5 лет учился, или кто-то 10 лет, кто-то всю жизнь учится, он очень крутой, он молодец. И справа, что хочет клиент? А клиент хочет что-то конкретное. Он не хочет, чтобы его там, ну, то есть он, когда выбирает себе дизайнера, когда он выбирает себе человека, с которым будет работать, он уже хочет сразу же выбрать что-то, что ему нравится. Ну вот представьте, что мы выбираем автомобиль, да, приходим в салон, мы же в какой-то конкретный салон приходим, уже выбираем категорию себе автомобиля, выбираем там цвет, у нас уже есть какое-то некое представление о прекрасном. То есть мы не вызываем менеджера по автомобилям к себе домой, не говорим, ну, расскажи, что мне сделать. Ну, то есть такое редко бывает, только, наверное, я даже такого не слышал. Поэтому вот ключевой здесь момент, то, что именно, чтобы было, то, что у нас внутри, чтобы мы выбрали для клиента, что у нас лучше всего получается. На самом деле оно у нас тоже есть. И наша задача, самое главное, в уникальности вытащить то, чем нам нравится заниматься, за что нам платят больше всего денег, и уже платили, и не делать остального, а именно это транслировать. Кажется, что это сужение некой ниши, сужение своих способностей, но это не так. Чаще всего, когда мы это делаем, у нас получается гораздо больше зарабатывать в легкости, в удовольствии, и вот это вот все сработает. Понятна эта идея? Супер. Если все понятно, давайте по этой теме тогда поработаем. Я вам сейчас покажу свой инструмент, как я делаю. Сразу скажу, вот я вам показывал свои проекты, я не знал про технологии уникальности, если я сейчас начинал, я бы так делал. Но у меня тоже есть и там была уникальность, она была неосознанная. У меня уникальность, знаете, там в чем была? Уникальность там у меня вот в тех картинках, которые я показываю, не по стилю, она была именно по 3D визуализации. Вы видели, я специально в основном показывал вам картинки визуализации. Что такое визуализация? Визуализация – это некая идея, некое представление. Клиенты видят что-то интересное, они видят некий стиль, и ко мне люди приходят на входе за идеей, они ко мне приходят помечтать, они ко мне приходят посмотреть, что может быть. И по сути моя уникальность – это умение быстро, качественно сделать визуальное воплощение его мечты. Не тратить на это много денег. Я этого не осознавал сейчас, но потом, когда я это стал понимать, я стал это транслировать, и я стал получать на эти темы премиум клиентов. Это очень-очень легкий способ. Я в конце расскажу, как это делать, как премиум клиенту продавать, с помощью, собственно, понимания своей уникальности. Как найти уникальность? Готовы поработать? Кто готов, руку поднимите. Супер. Кто не готов? Кто не готов и не будет, не хотите? Ладно. Смотрите, есть такая система. Я изучил еще по психологии. Я достаточно замороченный человек. Если что-то мне нужно изучить, я изучаю все. Два месяца изучал психологию, разные концепции и все остальное. Вывел очень простую формулу. Тупо можно пользоваться. Назвал ее система BEST. BEST – это просто аббревиатура, потому что нужно было что-то придумать, как быть лучшим. Вот я так придумал, почему бы и нет. Можете пользоваться. Сегодня я буду рассказывать, как эта система применима к разным сферам поиска уникальности и не только этому, но и других проектов. Введение проектов, ведение общения с клиентом. Это работает всегда и везде. Это четыре основных составляющих, которые в целом отражают все потребности человека. Вот если мы возьмем 8 концепций круг баланса, если мы возьмем психотипы, архетипы и все остальное, можно это все раскладывать на 12, на 8, на 16 типов, но можно просто тупо сделать в основные четыре. И когда мы работаем, мы понимаем эти четыре, когда мы понимаем себя, когда мы понимаем, что у нас идет и что нужно нашему клиенту, у нас все складывается. Сейчас я покажу, как это делается. Итак, первое – это benefit, это выгода с английского. Все, что касается… и аббревиатурь, кстати, посмотрите, я всегда буду отмечать. Доллар – это выгода, либо экономия времени, либо денег. Значит, emotion – это все, что касается отношений и общения личного. Safety – все, что касается безопасности, стабильности. И топ – это быть лучшим. И развитие – быть лучшим. Доминантность, какая-то конкуренция, в общем, статус. Это все, что вот этого касается. Это вот основные вещи, что покупают люди. И когда мы что-то продаем, неважно, что, это будет дизайн интерьера, личную работу и что угодно вообще, любой продукт. Мы выбираем эти вещи. И самая главная здесь тема очень простая. Надо выбрать не все это, то есть все это обладать невозможно. Вернее, возможно, но тогда мы будем все для всех. Самое главное – выбрать, что у нас лучше всего работает. И сейчас мы это с вами сделаем, я думаю, у вас тоже получится. Значит, немножко определения. Система benefit – это выгоды, экономия. Цена, качество, конкретик, прагматика. Emotion. Это я сейчас еще раз показываю, только то, что я сейчас озвучил голосом. Значит, отношения, личная работа, симпатия, интерес, положительные эмоции, ощущения. Безопасность, комфорт, структура, последовательность, документация, стабильность, все по правилам. И топ – известность, исключительность, знаменитый, выдающийся, лучший в категории статус. Теперь давайте посмотрим. И с вами сделаем упражнение. У вас тоже это есть. У нас есть это все четыре вещи. Но у нас есть задача такая. Пронумеровать это для важности для себя. Что для нас является наиболее важным в нашем решении, в нашем проектах, в нашей работе. И от одного до четырех. Сделайте сейчас это упражнение. Оно достаточно простое. Можно на телефоне. Можно на бумаге. Что для вас наиболее важное? Выгода – это когда вы лучше всего находите соотношение цена-качество. Вы умеете это делать, у вас получается, и ваши клиенты это заказывают. Эмоции – когда вы лично общаетесь с человеком, и люди любите лично общаться, и люди вас покупают за это. Потому что с вами приятно проводить время. Структурность. Если у вас все по полочкам, чертежи, все четко, никакой ошибки, все узлы, все просчитано, продумано, и клиент тоже это ценит, он это покупает. И исключительность, когда у вас новые модные тенденции, все, что является каким-нибудь таким самым-самым выдающимся. Люди покупают, чтобы быть лучше. Что у вас? Поставьте от одного до четырех оценку себе. Один, два, три, четыре. По степени значимости. Есть? Поставили? Кто готов поделиться? Первые два ваши. И почему? Микрофончик, ставите, пожалуйста. Давайте смелее поработаем, потому что если вы сделаете это упражнение, еще раз говорю, зачем мы это делаем? Не просто, чтобы время провести. Эта штука позволяет больше зарабатывать, достаточно много. Так, звук. Первое у меня это выгода, потому что мне приходится в проектах, я очень часто работаю, цена качества, как сделать, чтобы это было вау, и при этом не сильно потрачено на это каких-то денежных затрат. А второе все-таки эмоции, потому что ко мне люди тоже приходятся за общением. Класс. Потом уже дальше. Все отлично, супер, супер. Вот четкое позиционирование, понимание и, скорее всего, с продажами все хорошо. Еще давайте. Первое у меня структурность, потому что у меня очень подробные чертежи, я транслирую это как… И клиенты за этим приходят, да? Да, да. Отлично. Я клиентам рассказываю, что вот у меня суперподробная рабочая документация, потому что все-таки основная боль моего клиента – это поменьше потратить денег на ошибки, на переделки и, в принципе, на то, чтобы все было быстро, четко и оптимизировано. Значит, второе у вас выгода, да? Скорее всего. Вот, я вот затрудняюсь, выгода или эмоции, потому что я приятная. Нет, все понятно, мы все приятные, все классно. Тут именно что является нашим продуктом основным, то есть именно вот ключевые две. Третье, четвертое тоже важно, но в основном люди нас выбирают именно за это, это является основным продуктом. Давайте с этой стороны, кто готов, кто сказать, давайте. Сейчас покажу, что с этим делать дальше. Да, добрый день. У меня на первом месте оказались эмоции. Отлично. То есть я работала просто в разных сферах, у меня были разные бизнесы, и я поняла, что, в принципе, люди, независимо от того, всю жизнь приходят ко мне просто пообщаться. Отлично. Вот, и второе – это структурность. Супер. Потому что для меня тоже вот важны хорошие рабочки, и я этому уделяю большое внимание и люблю чертить. Да, сами чертите. А в архикаде себе черчу. Обалдеть. Эмоции и структурность. Очень необычное сочетание. Класс. Да, и поэтому это тоже действительно уменьшает количество ошибок на выходе, потому что я делаю проекты под ключ. Очень хорошо, очень хорошо. Классно. Вот, собственно, задача очень простая сейчас на этом этапе, да, понять. У меня, могу сказать, вот как у меня было, у меня два направления есть. Это бизнес направление, когда люди приходят ко мне в компанию. Кстати, когда вы работаете, ну, вообще сами, либо с компанией, можно использовать два типа продукта. То есть, когда мы говорим про уникальность, да, что мы транслируем, это зависит не только от нас самих, это может еще быть нашей компанией. Сейчас объясню как. Вот у меня компания есть, она транслирует выгоды и структурность, да, выгоду и систему. Почему? Потому что мы работаем с бизнес-сегментом. Люди, которые к нам приходят, они хотят получить максимум выгоды за разумные деньги и все, что было по плану. Они готовы меньше эмоциями работать, да, то есть не встречаться, допустим, со мной лично, и мне обязательно это делать. И исключительность им не важна. Им важно именно, чтобы было уютно, комфортно. Вот это вот для бизнес-сегмента. Если я работаю сам, я еще работаю сам с премиум-сегментом, в премиум-сегменте другая абсолютно тема. В премиум-сегменте у нас работают это эмоции, наоборот, и исключительность. Вот поэтому, когда я работаю с премиум-сегментом, я работаю лично, и мне тоже важно лично работать, но в данном случае я не являюсь предпринимателем, я являюсь высокооплачиваемым специалистом-фрилансером. Ну, то есть нормально. Я вообще в жизни живу не для того, чтобы бизнес строить. Это мне не сильно интересно. Я вообще бизнес строю для того, чтобы это был мой пассивный доход, можно так сказать. А я люблю работать с премиальными людьми, учиться у них новому, им давать, то есть отдавать. Я работаю всегда персонально. Это вот моя ключевая особенность. Как бы это было ни странно, хоть и бизнес строишь. Поэтому для разных категорий клиентов вы можете делать разные уникальности. Но начинать лучше с чего-то одного. Пока у меня не было безопасности в формате пассивного дохода с компанией, я лично не работал. То есть я выстраивал эту систему. Это вот мы сами определяем. То есть это может быть разная тема в разной структуре. Так, идем дальше. Категории уникальности. Давайте посмотрим, как выглядит продукт. Это категории, по которой можно уже сделать свою уникальность, определить. Мы переходим к заданиям, чтобы вы сейчас определили свою уникальность. Так, готовы? Интересно? Да? Как выглядит… Первое, да, это что важно клиенту вообще и что мы можем транслировать. В первой категории, как выглядит наш продукт. Сначала клиент смотрит картинку в любом случае. Он смотрит, хочу я это или не хочу. Далее, из чего состоит? Его может волновать, какой состав, детально, рабочая документация с узлами, либо просто эскиз. Как организован процесс, его может волновать. И кто автор. Это четыре вещи, которые волнуют нашего клиента, который к нам приходит. И тут, внимание, помните вот эту страничку у нас, когда у нас соединение идет. Что я могу, что мне нравится и что я хочу. И что хочет клиент, когда выбирает. И тут очень важно, чтобы то, что мы транслируем, как ключевые свои особенности, там есть ли системность у вас или эмоция, есть ли выгода, безопасность, у кого что это было. Очень важно, что клиент, когда ищет себе специалиста, он подсознательно ищет в любом случае такие же вещи, которые важны ему. Потому что здесь мы как раз соединяемся на уровне с клиентом. То, что мы транслируем, показываем, нам не надо все показывать, потому что ему все не нужно. Ему наоборот нужна уникальность для него. И он выбирает именно по этим показателям. Теперь давайте второе упражнение. Как вы думаете, когда ваш клиент к вам приходит, по каким критериям выбирает? Как он выбирает? Тоже посмотрите, пожалуйста, напишите. Когда он идет к вам, почему он вас выбирает? Один, два, три, четыре тоже. То есть первое и второе, что является самым важным. Запишите, пожалуйста. Что он вас спрашивает, какие вопросы задает? Кто готов поделиться? Совпадает, не совпадает? Вот это важная вещь, потому что мы можем транслировать одно, и нам нравится одно. Клиент приходит по-другому. Первое – это как выглядит и потом… К микрофону. Из чего состоит. Как выглядит? Совпадает у вас или не совпадает с первым? Первое совпадает, второе – нет. Вот, это точка, где имеет смысл подумать. Еще у кого? Как? Потому что когда у нас есть что-то уникальное, что мы хотим показать, не факт, что наши клиенты именно на это приходят. А может быть и факт. Смотрите сами. У меня первое – тоже как выглядит продукт, это совпадает. А потом у меня третье – как организован процесс. Ко мне очень часто приходят, только потому даже, ну иногда озвучивают. Я обращался к нескольким дизайнерам. Вас я выбрал, потому что у вас все четко, и вы даете четкую инструкцию, как будет организован процесс. А у вас была эмоция там? Да, у меня были эмоции. Понимаете, где копать? То есть транслируете то, что не то, что у вас на душе, а то, что клиенту надо. Это очень важная вещь. Еще кто? Смелее, смелее. Давайте, работаем же с вами. Ну? Что, нет? Давайте, давай. Поднимайте руку, давайте. Это же очень важная тема. Я к этому шел 10 лет вообще в мучениях. Сейчас вы его знаете, это за час. И сделайте упражнения. Очень простые. У меня вопрос. Добрый день, меня зовут Александр. А как понять, что нужно клиенту в процессе беседы? Спросить? Да, конечно, он же вас спрашивает. Он приходит к вам и говорит, а как устроен договор, например? А как идет процесс? Вот спрашивают у девушки. А кто там приходит и говорит, а вы там классно, давайте пообщаемся лично. Видно, что он чай хочет попить. Либо приглашает вас куда-то домой, например. Это значит эмоции. Вы можете просто спросить. Скажите, пожалуйста, что вам важнее всего в дизайне интерьеров? Он сам вам скажет. Он вам скажет первое и второе. И он будет те вопросы задавать, которые его волнуют. И вот здесь очень важно нам совпадать, чтобы у нас были хорошие классные продажи. Почему это важно, я скажу чуть позже. Потому что на самом деле продавать ничего не надо. Не надо продавать. Надо просто тому человеку, которому это надо, показать себя. Вот и все. И когда мы это делаем, не ошибаясь, у нас покупают очень легко. Очень легко. Даже наоборот, говорят, я хочу купить, куда платить, все, я готов. Вот это самая главная суть. И это же ответ, что публиковать в социальных сетях, что публиковать в своих ценностях, что транслировать людям. Когда мы это понимаем, мы можем сами это делать, либо дать задание подрядчикам. То есть это уже инструменты. Вот это вот база вообще самая основная. Уточняющий вопрос. А не существует ли в таком диалоге неких скриптов, как у продажников? Да нет, это не надо. Я вообще против скриптов. Я за просто человеческое общение. Я же вам сейчас не по скриптам что-то рассказываю. Я просто написал структуру, которая работает, и просто от себя рассказываю. Не важно. То есть скрипты не важны, важна именно последовательность. Ага, да. Да-да-да, давайте, конечно. Я здесь для вас сегодня, поэтому все вопросы задавайте. Вообще такие лекции, мероприятия дорого стоят. Вот, спасибо организаторам, что пригласили и дали возможность пообщаться. Вопрос. Нет ли такого, что они изначально идут к автору спрашивать, как выглядит продукт? Может быть. То есть я думаю, что у меня первые постоянно спрашивают, а по сути-то они обращаются изначально ко мне, собственно. Сейчас мы это проговорим, да. Сейчас я детали это все расскажу. Может быть. Сейчас пока, ну, запомните это. Хорошо, идем дальше. Давайте, давайте. Ну, давайте, давайте смелее. Почему нет? Включайтесь. Сейчас будет много работы, много вопросов. Я просто не дизайнер. Неважно, это везде работает. Я была с другой стороны, я искала дизайнеров для своей компании. Вот, отлично. И для меня, когда я подбирала, было важно, как организован процесс, из чего состоит. Кто автор, вообще было не важно, потому что мы не знали никого абсолютно. Ну и как выглядит продукт, мы тоже не знали, потому что мы ни разу не заказывали. Поэтому вот. Ну, классно. Ну, как выглядит продукт, имеется в виду, что картинки вам нравятся, стиль и все остальное. Но значит, вот у вас из чего состоит самое главное, да, и сколько стоит, как выглядит продукт. Хорошо. Давайте поговорим. Смотрите, мы сейчас углубляемся. Вот я сейчас хочу все фишечки вам рассказать, как выглядит продукт. Углубляемся внутрь. Что такое, как выглядит продукт. И теперь давайте тоже с вами поработаем. Вы можете не фоткать, а можете отмечать. Смотрите, если вы дизайнеры, ну, сейчас я для дизайнеров работаю. Надеюсь, что у вас будет возможность, если вы не дизайнер, тоже как-то применить эту тему. Смотрите, первое. С чем мы работаем? Либо частное, либо общественное. Ну, постарайтесь просто выбрать себе одну штуку. Записывайте себе. Второе. Сегмент. Эконом, бизнес, премиум сегмент. Выбирайте что-то одно. Что вам ближе, что по сердцу. Не думайте о том, что я хочу всех взять. Просто напишите, как вам кажется сейчас. Вы потом это проанализируйте. Третье. Стиль один или разные стили у вас могут быть. Как я показывал, у меня же разные стили. Ничего страшного. И четвертое – это авторское видение. Есть оно или нет. Что такое авторское видение? Это ваше, допустим, применение каких-то приемов, материалов. Какие-то фишки, да, которые арт-объекты, коллекция. Ну, что-то, что вас выделяет именно авторский стиль, если есть. Либо есть, либо нет. Записали? Так, кому не удалось поднимите руку записать? Есть ли какие-то вопросы сейчас здесь? Это мы выбираем свой продукт, который мы будем транслировать. Кто записал поднимите руку? Записали? Супер. Вопросов нет, идем дальше, да? Следующее. Из чего состоит? Смотрите. Есть четыре тоже основные вещи. План плюс 3D, идея плюс консультация. Это вот как у меня было. То есть у меня в основном заходят, именно это вот основная часть, когда люди приходят на эту тему. Они говорят, покажи, как это выглядит. Второе. Чертежи с узлами и деталями. Это когда вы транслируете, что вот у вас все детально, у кого там рабочая документация. Показывайте, насколько все детально проработано. Люди такие, вау, класс. Значит, ошибок будет меньше. Третье. Кто-то говорит, я буду подбирать мебель. Я знаю все новые фабрики, у меня со всеми агентские вознаграждения там есть, и я с вами поделюсь. Сделаем выбор вам конкретно, чтобы не 3D-картинки вам нарисовали какие-то непонятные, да? Непонятные дизайнеры, интернет-дизайнеры. А мы сделаем вам, чтобы это было, чтобы работало. То есть люди такие покупают и готовы с вами покупать мебель. И четвертое, все под ключ сделано за вас. Когда приходят клиенты, говорят, слушайте, я не хочу вмешиваться, вот вам деньги, сделайте, пожалуйста. Что у вас основное? То есть какой ваш основной продукт, что вы транслируете? Можно два тоже записать, плюсики поставить, но в целом на что приходит клиент? Почему это важно? Это наше первое касание, что-то одно. То, что мы будем транслировать. Это нам очень важно для того, чтобы клиент пришел к нам на встречу, и мы показали ему детали того, что его волнует. Понятен, да, смысл? Мы идем в конкретизирование теперь, то, что вы ранее выбрали. Так, есть ли вопросы? Нету? Все отлично? Давайте. Я не слышу, честно говоря. Сейчас дадут. Да, не стесняйтесь задавать. Если кто-то написал, молодцы. Если кто-то не написал, спрашивайте. Мы сейчас к этому приведем к правильной теме. Нужно именно один пункт выбрать. Лучше да, лучше да. Здесь. Поэтапно. Вот я так скажу, при первой встрече, это план 3D консультации, это то, что оставляет заказчика у нас в салоне. У нас просто специфика, это именно мебельный салон. Но в дальнейшем профессиональные чертежи с узлами и деталями, соответственно, грамотный подбор мебели. И мы уходим от клиента с кружечкой горячего чая, с помытой, то есть у нас под ключ идет. Но я говорю, специфика то, что именно мебель корпусная. Вы все это делаете, все это хорошо. Вопрос, на что клиент идет. Он идет на идею. Я так скажу, изначально, ну вот первая встреча, это то, чему я дизайнеров учу. То есть человек должен уйти с планировкой на компьютере, с 3D идеей и с грамотной консультацией. Отлично. Ну вот значит у вас единичка. То есть это первая встреча. Я почему говорю, что это важно, потому что это то, что видит клиент на входе. То есть это то, что вы предлагаете. Вы показали себя, показали свои особенности, показали свою уникальность. Клиент свою уникальность проявил. Он думает, какой следующий шаг, что мне делать дальше. И мы дальше продолжаем ему давать то, что он хочет. Говоришь, приходи, мы тебе сделаем план, идею, консультацию. В результате нашей встречи у тебя будет точное понимание, видение мы тебе дадим, что можно сделать с твоим проектом. Либо приходи к нам, мы сделаем все под ключ, и мы покажем, как мы уже делали, последовательно, допустим, смету посчитаем. Либо покажем подбор мебели, который тебе подойдет и на котором ты сэкономишь. То есть на что они в основном идут. То есть это по сути такой некий тест-драйв, на что он идет. Но все, конечно, мы тоже делаем. И второе, то, что вы спрашивали, это ключевая наша услуга. Потому что не все люди хотят, и дизайнеры не все хотят делать целиком все, и клиенты не все готовы заказывать. К примеру, люди, которые, допустим, 3D-планы, всю идею, они могут заказать только чертежи с узлами и деталями. А подбор мебели сами сделать, и под ключ тоже сами делать. Почему? Потому что у них есть свои строители. Или наоборот, вы говорите, мы не работаем с людьми, которые с нами не реализуют проекты. Мы хотим обязательно, чтобы все было сделано под ключом за нас. То есть это уже следующее. То есть здесь вот почему я сказал, два можно выбрать, потому что первое с чем заходит, первый продукт, да, и с чем уходит. Понятно примерно? Есть еще вопросы? Задавайте. У меня вопрос. Мы сейчас говорим о том, к чему мы хотим прийти, или то, что у нас сейчас есть? Хороший вопрос. Класс, класс. Потому что я вот... Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Смотрите, там у меня будет слайд про эту тему. Я сначала хотел его вначале добавить, но потом подумал сегодня тоже, что нужно добавить его дальше, и что кто-то задаст вопрос. Вот вы это тот человек. Очень классный вопрос. Смотрите, это зависит от того, нравится ли вам сейчас ваши клиенты, и чем вы занимаетесь сейчас. Если да, отвечайте как сейчас. Это позволит вам усилить свои позиции. Если вы хотите поменять, то отвечайте на будущее. И когда вы поменяете все в позиционировании, вы получите новых клиентов. Потому что в моей концепции можно получать любых клиентов абсолютно. Нету здесь преград никаких. Если что-то мы не знаем, мы можем добавить. Если мы не умеем, не хотим, мы можем взять партнера. Тут важно, что мы хотим. И я показываю вам план, по которому можно быть кем угодно и продавать кому угодно. Хоть премиум клиентом, даже если вы не являетесь, никогда не работали, это можно сделать. Важно захотеть и построить план. Поэтому ответ на этот вопрос, он чуть-чуть дальше должен был быть, но ответ такой. Что бы вы посоветовали, какой план, если есть шоурум, допустим, который продает свою собственную дизайнерскую мебель? Какая последовательность? На мой взгляд, подбор мебели на первом месте, на втором месте план 3D идея, и на третьем подключить все сделано для вас, а именно монтаж-доставка. Ответ на этот вопрос, что нет правильного способа. Вы выбираете, который вам ближе, и к вам придут ваши клиенты, которые выбирают тоже этот способ. Людей очень много. Мир супер разнообразен, и людей очень-очень много. Кто-то говорит, я вот, допустим, с премиум клиентами не могу, не знаю, как работать, не знаю, где их привлечь. Ответ очень простой. То есть нужно транслировать, что им важно, что им нужно, и они сами придут. То есть не надо их искать. Надо просто показывать, что ты для них работаешь. У меня так было. Вот я квартиры и проекты показывал, но в целом просто я такие делал, и у меня никогда не было однокомнатной квартиры. Я не знаю, как выбрать эконом, не знаю, какие-то материалы. Я даже не знаю, какие они бывают. Не знаю, какие ламинаты бывают. Я никогда в жизни не ставил никому ламинат. Почему? Ну, не потому что, как бы, потому что я такое не показываю, что я это делаю. Я сразу показываю, что я делаю дома и квартиры. И ко мне почему-то такие люди приходят. Не потому что я какой-то уникальный, или потому что мне повезло, или потому что талант, а просто я показываю такие картинки, или такие люди приходят. То есть что мы показываем, то и привлекаем. Вот эта вот особенность. Почему возникает проблема очень часто, вы сейчас тоже заметите, когда идут люди на обучение куда-нибудь в колледже, либо в вузе, им там говорят что, сделай квартиру подруге, бабушке, кому-то бесплатно, дешево. Они делают и оказываются в портфолио с продуктом, с проектом, который супер дешевый. Они не решаются работать с классными проектами. Я этого правила не знал, просто я сразу пошел работать в компанию, которая делала классные проекты и стал делать классные проекты. И что вы думали? Мне просто позвонил человек из коттеджного поселка и сказал, я видел твои проекты, приезжай, у меня есть для тебя, идейку мне накидаешь в 3D визуализацию. Я просто сказал, что я не дизайнер. Он говорит, ничего страшного, просто накидаешь, я тебе скажу, что делать. Я типа сам знаю, что делать, ты накидаешь в 3D. Вот я ему накидал, он говорит, прикольно, а можешь сделать чертежи мне? Я говорю, я не умею чертить, но у меня есть друзья, я могу спросить, у меня есть архитектор знакомый. Он говорит, да, давай. Собственно, он нам дал 10 тысяч долларов, сказал, давайте, ребята, делайте. Казалось бы, почему так? Жизнь несправедлива. Но вот так вот бывает. Он просто увидел мои картинки, просто пригласил в интернете. И так было много-много раз. Поэтому тут не надо как бы что-то придумывать, надо показывать то, что ты хочешь, то вот что я говорю, транслировать, с чем ты хочешь работать, ничего не бояться. И люди придут. А если ты что-то не знаешь, не умеешь, но мы же люди, которые могут научиться, но не знаю, как вы, я всему научился сам. То есть все навыки, которые у меня есть, в том числе выступления, еще что-то, мы всему научились. И вы тоже можете. Вопросы, желания. Так, следующее. Давайте идем ускоряемся, потом ответы на вопросы еще будут. Итак, из чего состоит. Третье. Как организован процесс? Здесь пропишите, пожалуйста, тоже, как вы организуете свой процесс. Выберите. Первое, это делаю, сам делаю, личные встречи. Первое. Видите, у нас к эмоциям это относится. Я сам лично встречаюсь. Вот я лично сам встречаюсь с премиум клиентами всеми. А с бизнес-клиентами только первая встреча, обсуждение условий, дальше работает команда. Второе, это сам делаю плюс команда менеджер. Это вот выгода. Это максимально выгодная для клиента инвестиция. Потому что он получает супер качество, работает там моей команды и он как бы окей с этим. Третье, это встречается ведущий дизайнер плюс менеджер. Это все, что касается бизнеса. Вообще клиент может нас не знать. Это бизнес-клиент, эконом-клиент. Просто он идет по структуре, по готовой. И четвертое, интересно. Это сделай сам. Это когда клиент говорит, слушай, а ты не хочешь сам быть дизайнером? Давай я тебя научу. И такие тоже есть, кстати. Да, давайте вопросы. Помогите, пожалуйста. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а вы себя относитесь здесь к какому пункту? Вы просто сказали, что один сегмент это личный? Да, смотрите. У меня разные типы клиентов сейчас. Вообще в идеале, когда мы начинаем, лучше выбрать что-то одно и сделать это основательно. И хорошо, чтобы это приносило нам уже какой-то доход. Я начинал всегда с личной встречи, делаю сам. Пока и это путь к повышению цен. То есть я работаю очень дорого лично. И сейчас тоже я работаю дорого лично. Это моя внутренняя потребность, это мой психотип человека. Если говорить по психотипу человека, я вот про это. Я не про бизнес, я не предприниматель, я не бизнесмен, я лично работаю с людьми. Просто я повышаю чек. Чек моей работы, миллион рублей сейчас стоит, я помогаю людям до двух дойти и систему построить. То есть это личная работа. Поэтому в основном мое это первое. Вот, но дальше, дальше, вот у меня есть бизнес-команда, вот сейчас, то, что я рассказывал, где я сам встречаюсь с клиентами. Это клиенты стоимость проектов там полтора миллиона, от одного до двух миллионов стоимость проектов. Дома, тонхаусы, квартиры. Я там встречаюсь с людьми, ценностями мы с ними сходимся, я с ними общаюсь, рассказываю, как мы будем работать. То есть по сути я презентую, как мы будем работать. Они говорят, да, окей, я его знакомлю, клиента с нашим главным ведущим специалистом, дизайнером, и дальше они с вами взаимодействуют. То есть я подключаюсь, если что-то нужно добавить. Поэтому дальше у меня есть вторая часть, это тоже я делал. Третью тему, это только ведущий дизайнер плюс менеджер бизнес. Тоже такое у нас есть, но очень редко. Я сейчас стараюсь этого не делать. Раньше мы брали, это когда приходит небольшая квартира, там 100 метров, и я даже не вижу этого клиента, работает только наша команда. Я сейчас от этого отхожу, это было раньше. Это не самые лучшие, ну, как бы клиенты, доходы и все остальное. То есть гораздо проще, выгоднее первое, второе. Ну, для меня. Почему? Потому что я сказал, что по психотипу я не предприниматель, не бизнесмен, я не хочу строить большую организацию. У меня бутиковая такая история. Это по психотипу моему. У вас может быть не так. Может быть так же. И четвертое, сделай сам. У меня тоже такого пока нет, но я учу дизайнеров. То есть по сути это обучение. Когда клиент приходит и говорит, ну, я вот хочу сам быть дизайнером, давайте сделаем мне. Мы так делали для… у меня училась девушка, которая сама дизайнер, и она продавала наставничество тоже для дизайнеров. Вот. И за 500 тысяч люди были готовы покупать свой проект, что они сделают под ее наставничеством вместе с ней. Это получалось, первое, экономнее гораздо, да, и второе, одновременно делая свой дом, либо свою квартиру, человек становился дизайнером. То есть это достаточно выгодные инвестиции. Вот мы продали два таких пакета, за два дня, собственно, вот миллион рублей заработала девушка, которая у меня училась. Это интересная тема, потому что здесь, по сути, мы ничего не делаем, мы просто предлагаем другому человеку воспользоваться нашим опытом, знанием. И он сам делает и платит нам за это. Интересная штука. Вот я это тоже люблю. Я, собственно, вот это тоже сейчас сам делаю, но не в дизайне интерьера. Пока. Но в дальнейшем я хочу в дизайне интерьера тоже делать, потому что у меня есть навыки по дизайну, и я как арт-директор работаю, поэтому я могу человеку провести. Тема интересная. То есть сам сейчас я так не делаю, но других так учу. Еще вопросы? Все понятно с этим? Записали себе основное? Четвертое идем. Автор. Это все, как нас выбирает клиент, и на чем мы можем делать свою уникальность. Первое. Это приличный человек. Чаще всего это по рекомендациям. Нам говорят, ну вот парень нормальный, либо девушка классная, познакомься с ним обязательно, это дизайнер, который тебе поможет. Это то, как нас транслируют, как выбирают. И клиента это важно. То есть вот вчера мне звонит один мой знакомый, и говорит, вот я общался там с другим нашим знакомым, и как он вообще скажи? Я говорю, да в целом нормально, я с ним делаю. Он говорит, ну он вроде нормальный, у него там три дочери, то есть семьянин. То есть ему это важно. Ему не работы важны, ему важно, что вот нормальный человек. Я говорю, да, да, нормальный человек, действительно, я его знаю. Но говорю, извини, только я за него не ручаюсь, здесь там с ним договариваюсь. Могу только факты подтвердить, которые со мной были. Всегда такую оговорочку, кстати, делайте. Вот, и этот человек, понятно, что выбирает, потому чтобы человек был, ну как бы, приличный, да, визуально. Это важно для него, самый важный фактор. Второй – это известный. То есть человек на сцене рассказывает, показывает, выступает. Вот кому-то это важно. Человек на сцене – это вот тот человек, с которым я хочу работать. Это позиция по автору. Третье – люди, которые ищут, что много кейсов в моей тематике. Говорят, он много-много делал таких проектов, я точно знаю, что 25-й проект он сделает для меня нормально. И четвертое – это опытный, аккуратный. Это вот чертежи, детализация, внимательный. Он какие-то длинные ролики, может быть, на ютубе выпускает, как надо делать. Вот все, что связано с этим. Это то, как выбирают нас клиенты. Посмотрите тоже для себя, напишите, кто вы, к кому себя ориентируете больше и насколько вашим клиентам, соответственно, вот эта часть, она подходит. То есть все сейчас, что мы делаем, заполняя эти ответы, мы смотрим, насколько у нас единой линии сочетается с нами и с клиентом. И если где-то не сочетается, будут вопросы как раз-таки к нам и клиентам. А как мы можем себя оценивать? Это же нас выбирают клиенты. Чисто субъективная здесь оценка получается у нас? Ну, нет, здесь мы говорим, как наши клиенты выбирают, почему выбирают. Ну, как бы наши, как бы мы хотели, чтобы выбирали. А, как бы мы хотели. Да, ну вот, допустим, известный человек. Я, если я, мне окей выступать на сцене, то, в принципе, ну, мне нормально так продвигаться. Если я не хочу, чтобы меня так клиенты ассоциировали и меня, то есть я, допустим, не хочу выступать. Ну, то есть я хочу интровертом быть, дома сидеть. Я это не выбираю. То есть это на будущее, как мы хотим. Либо как хотите, либо как сейчас. Вот ответ уже тут был. Вот, вот мне важно, мне важно, что я приличный человек, допустим, и что много кейсов в моей тематике. Вот мне вот это важно, например. То есть, ну, вот мне важно. Да, известность, она тоже прикольная, но это не самое главное для меня. И для клиента моего это не важно, кстати. Ну, то есть без разницы, выступаю или не выступаю. А кому-то это очень важно. Это вот туда же. По сути, мы делаем много-много разных итераций с одним и тем же. Вы смотрите, где вы совпадаете, где нет. Вопросы сложности. Да, как раз переходим к этому. Нет, я хотела добавить тоже по предыдущему слайду по поводу того, как выбирают. Ну, меня, по крайней мере, постоянно выбирают обычно опытный, аккуратный, потому что опыта очень много и делает очень аккуратно из разряда вот этого. И знает весь процесс, как это сделать. Ну, а второе, там было вот выше пункт, это много кейсов в моей тематике. То есть, в основном приходят все равно, с квартирами я меньше работаю, больше работаю с кафе, вот как раз с редизайном вот этих вот всех общественных помещений. Поэтому ко мне приходят уже, насмотревшись, скажем так, этих кейсов, приходят, да, она сделает и опытно сделает. Все верно. Давайте подскажу, по сути, это наше проявление, как мы проявляемся. Смотрите, приличный человек, это блогер, который транслирует свои ценности. Просто нормальный человек. Если мы хотим транслироваться и показываться, то мы вот такие. Известный тот, который выступает. Публикуется, выступает какой-то статусный, который всегда там, не знаю, обзоры делает какие-то, да, такие вот статус. Много кейсов моей тематики, это много большое, богатое портфолио, вот как у вас. Вот у вас много-много-много проектов. Ну супер, я смотрю, класс делают. И опытные, аккуратные, вы рассказываете, как вы эти проекты делаете. Здесь то, что нам нравится проявляться. Вот я, допустим, тоже люблю очень просто рассказывать какие-то длинные видео, вот какую-то заумную презентацию я сейчас делаю. Почему я так делаю? Ну потому что мне так прикольно. Я знаю, что многим это там, может быть, скучно, неинтересно, возможно, но там несколько человек, которые поднимают руку и активничают, если это применят. У вас как бы жизнь супер изменится. Ну то есть это мое. Моя же презентация, как хочу, так и делаю. Если кто-то будет рассказывать о стилях, он, значит, он будет транслировать там известность и статус, например. Да, вот мне важно последнее, чтобы была система. Да, и много кейсов моей тематики, ну много у меня тоже разных вещей. То, что я приличный человек, вы про меня ничего не знаете в целом, я не блогер. И известный, ну как бы, ну известный-известный, это просто, ну как бы, данность. Мне это тоже не сильно важно. Вот, поэтому здесь мы смотрим, как совпадает. У вас, по-моему, совпадает. Вот, и еще раз, и еще раз мы смотрим, совпадает или нет. Все, что мы сейчас делали, это проверяем каждый раз, кто мы есть внутри, и как мы проявляем это для людей. И цепляет ли это наши клиенты, либо цепляет других. Скорее всего, если к нам недостаток идет клиентов, то мы либо несовпадение у нас есть, либо мы недостаточно проявляемся в этой теме. Еще вопросы какие-то есть? Сейчас буду рассказывать, как это применить. Что делать? А кто думает, как, что с этим делать? Давайте я вас спрошу. Что вы будете теперь с этой инфой делать, если будете? Давайте, давайте, подумайте. Ответы-то будут. Как вы думаете? Так как у меня есть постоянная возможность работать в шоуруме, я на основании ваших советов создам систему и четко начну каждый день ее применять в отношении к тому или иному типу клиентов, которые приходят, когда я есть. Собственно, со временем у меня придут навыки и понимание, я систему усовершенствую и начну ее обучать коллег. Супер, создадите систему и будете ее дальше транслировать для повышения дохода бизнеса. Отлично. Еще кто как планирует? Не поняли, да, как применять? Сейчас расскажу тогда. Давайте смелее. Предположение мысли. Здравствуйте, еще раз. Короче, нужно просто понять, что у тебя не совпадает и сделать так, чтобы люди знали то, что надо тебе. Класс. Да, почекать как минимум, просто почекать это надо, посмотреть, где можно что поправить, исходя из этой логики. Это уже как бы даст, ну как бы заточит пилу. Да, супер, отлично. Еще? Ну, наверное, как-то контакт еще ближе с клиентом, заказчиком. Даже не клиент, а заказчиком. Будете лучше чувствовать его? Нет, ну в принципе… И так будет, и так хорошо. Чувства есть. Привлекать, привлекать. Чувства есть, структурность, наверное, и приоритеты, что для него, где важнее выгода, либо какие-то пакеты, чертежи, вот эта вся дробная работа конкретная, то есть функционал и команда в том числе, то есть это все структурная работа. Хорошо, поймете, что для вас, да, и будете это транслировать. Делегировать, наверное. Делегировать? Да. Хорошо. Все вместе. Давайте я покажу, как я это применяю, как можно применять далее. Смотрите, значит, первое, что нужно, найти, что получается, кем бы хотелось быть. То есть вот из этой темы, то, что мы сейчас проговорили, что реально ваше и что вы реально будете делать. Как только вы это сделаете, у вас очень хорошо будет понимание себя, там, как у меня тоже там понимание себя, кем ты являешься и кем ты не являешься. Это же очень круто. И ты просто показываешь, что вот у меня про это, кому это интересно, приходите. А кому не интересно, ну, как бы окей, есть куча-куча других людей, других дизайнеров, других авторов, других выступающих, ну, как бы сходите на другую лекцию. Нормально это все. Вот. И, может быть, и всех стоит посмотреть и прийти, к кому ты чувствуешь, что тебе надо прийти. Вот что важно. И тогда ты суперспокоен, у тебя все классно, и клиент приходит всегда и думает, я не понимаю, почему я тебя выбираю. Почему-то вот все складывается. Он не понимает, что мы сделали большую работу, чтобы он именно сейчас нас выбрал. Чтобы он не понимал, но выбирал. Это вот очень классно. Поэтому первое, что мы делаем, сами ищем, что получается. Если вы посмотрите упражнение, которое я вот сейчас давал, и сделаете это, у вас это получится. Если нужна вам будет помощь, мне напишите, ну, я вам подскажу что-нибудь, свою ситуацию. В социальных сетях меня будет найти можно. Значит, второе. Упаковать в соцсети. Любую какую-то социальную сеть, где-то какой-то домик сделать, где вы будете показывать то, что вы выбрали. Разными способами. Это может быть абсолютно любая, где вам удобно. Могут быть видео, могут быть тексты, могут быть картинки. Любую социальную сеть выбирайте, просто где вам комфортно вести. Какую выбрать, многие задают. Что будет лучше работать. Без разницы что. Где вы будете сами публиковать. Те, кто любит писать, пишите. Те, кто любит снимать, снимайте. Кто любит фотографировать, фотографируйте. Все равно. То есть везде у нас есть текст, видео и картинка. Важны смыслы, которые мы несем. То есть одну желательно выбрать для начала. Не надо стремиться везде делать. Просто любую одну. И те люди, которые ваши, они туда и придут. Ну, то есть людей много везде в разных соцсетях. Либо на сайте. Не обязательно в соцсети. Просто какое-то место. Третье. Выбрать модель проявления. Привлечение клиентов 1-4. Я сейчас это рассказывать не буду. У меня есть отдельная лекция. Кому будет интересно, в конце скиньте мне запрос. И я вам ее пришлю отдельно. Мы ее делали. Суть в следующем. Что привлечение клиентов – это деятельность, с помощью которой мы транслируем свою уникальность. Первое – это активные способы, когда мы даем рекламу, когда мы привлекаем людей за счет какой-то деятельности активной, когда мы сами платим и получаем себе лиды, потом с ними работаем. Это первая тема. Вторая тема – это экспертность. Когда мы ведем блог, привлекаем людей на то, как мы рассказываем о нашем продукте, о наших кейсах, результатах, и люди смотрят, им интересно знать, как мы что делаем. Третья часть – это привлечение клиентов. Это выступление, когда мы транслируем свою известность, когда мы показываем. Вот мы сейчас здесь находимся, и я, по сути, транслирую себя. Также мы можем выступать. Я знаю, «Архдиалог» создает разные мероприятия, где можно выступать, где дизайнеры. У нас конференция большая, где дизайнеры тоже могут рассказать себе среди коллег и среди клиентов. Разные способы. Можно съездить на мероприятия, которые проводят. Разные. Мы за счет известности двигаемся. Можно печататься в прессе и так далее. Тут Светлану я вам отправляю в «Архдиалог», потому что там очень много элементов по этой теме. И четвертое – это привлечение клиентов 4 – это некое сообщество, которое мы создаем и объединяем людей по некому принципу. К примеру, вот у меня такая тема, что дизайнеры должны не только делать свою работу классно, я так считаю, но и должны зарабатывать. Это очень важно, я считаю, потому что если твое дело тебе не приносит не только удовольствия, но и деньги, достойные, чтобы ты содержал в себя свою семью, чтобы ты не был в нужде, то это неправильно, что ты делаешь. И надо делать что-то правильно. В том числе мое уступление сейчас об этом, о том, как каждому дизайнеру, кроме творчества, я сейчас не лезу ни в творческую часть, это вы здесь замечательно справитесь, в отношениях с клиентами тоже замечательно справитесь. Но в то, чтобы правильно выставить свое позиционирование и зарабатывать больше, я считаю, это важно. Об этом мы тоже рассказываем на дизайн-конференции каждый год. Причем у нас сообщество по этой теме. Дизайнер должен зарабатывать хорошо, чтобы обеспечивать себя и свою семью. Вот если вам это близко, кому это близко, поднимите руку. Мы, значит, с вами на одной волне, в одном сообществе, одна идея между нами. Это очень круто. С помощью такой идеи можно к ней присоединяться, тоже транслировать, можно свою какую-то развивать, ну и так далее. То есть это четвертая часть привлечения клиентов за счет большой идеи, когда мы больше, чем сами. И дальше нам важно проявляться одним из способов, который я сейчас назвал, от одного до четырех, для того, чтобы встречаться с клиентами. Как клиенты сделают так, чтобы к нам приходили? Мы уже отвечали на этот вопрос. Мы транслируем некий тест-драйв. Нам нужна причина прийти и потратить время. Выгода тест-драйв. Мы должны обозначить, зачем к нам приходить. К примеру, я могу сейчас так сказать. Если кто-то хочет не просто с этой лекции уйти с пониманием, но и внедрить это и сделать, в конце я вам дам возможность оставить ваш контакт, и я вам расскажу, как можно на этом заработать конкретно вам. То есть я знаю, что здесь у нас человек 50-80, я знаю, человек 10-20, меня напишет, и этим 10-20 людьми я покажу, я покажу, как это все применить именно в их случае. Это некая причина. Кому это важно? Поднимите руку сейчас. Вот, как я сказал, 25 человек. Супер. Соответственно, в конце вы сможете мне отправить сообщение, мы с вами свяжемся, и я вам дам ответы на ваш заполненный тест, на консультацию. Посмотрю ваши проекты и подскажу вам, как заработать деньги. То есть это причина, зачем вам тратить время на меня. Это причина, зачем мы с вами будем взаимодействовать. Из 25 человек, я знаю, 5 примерно, это статистика, человек 15-20, что-то приобретут у меня. Мне не важно, кто это будет, у меня нет задачи. Это статистика просто, которая существует. Так же и у вас тоже будет. Вот есть клиенты, которые приходят на тест-драйв к вам, допустим. Первая задача, чтобы они пришли к вам в офис, либо вы с ними встретились на объекте, либо еще где-то для того, чтобы пообщаться. Причина тест-драйва, допустим, вот у меня, я когда работаю с премиум-клиентами, я объяснял, рассказывал, что у меня причина тест-драйва, это я предлагаю сделать им видение, дать и концепцию за свой счет. То есть я еду к клиенту, встречаюсь с ним, за 20-30 минут сдаю ему несколько вопросов, не утомляю его подробной анкеты и говорю, я вам сейчас сделаю видение, как бы я реализовал ваш проект. Понравится работа им, не понравится, ничего страшного. Он, по сути, ничем не рискует, он со мной знакомится, за 20 минут, я за 20 минут вытаскиваю все, что ему нужно, ничего ему не показываю, говорю, я, кажется, знаю, что вам нужно, еду назад, домой в офис и оформляю альбомчик, я трачу на это время, для того, чтобы презентовать ему. Говорю, еще 30 минут у вас будет, я в следующий раз приеду, через два дня. Приезжаю и уже показываю, как будет выглядеть его интерьер. У него происходит вау-эффект, он покупает дороже, с удовольствием и тут же оставляет предоплату. У меня такая стратегия для премиум-сегмента, она работает, она оправдана. Для бизнес-сегмента у меня по-другому, я никуда не еду, есть офис на Новой Риге, 15 километров от Москвы, берите такси, либо лично приезжайте, я вас встречу, угощу чаем, вы расскажете, что вы хотите, я вам покажу проекты, чертежи, материалы, все, что касается, для него такой тест-драйв, покажу смету, покажу, как что делать, покажу объект свой, который мы строим. Абсолютно другая стратегия. И вы можете выбрать в зависимости от того, какой у вас тип клиента, определенный тест-драйв и ответ на тест-драйв будет, зачем тратить на вас время, почему он должен потратить время. И ответ не чтобы узнать чего-то, ну там, или познакомиться с вами, или узнать, какой вы классный дизайнер. Нет, ему это не надо. Ответ должен крыться в том, что ему важно. Какая у него самая главная важная там задача. И придумывайте что-то, что у вас. Я сейчас вам два своих примера рассказал. Кто мне напишет, я подскажу, помогу вам сделать, если вы искренне ответите на вопросы. Ну, я быстро скреативлю, там, постараюсь с вами в диалоге это придумать. Понятная идея? Супер. Есть ли вопросы по дозрайву? Нету? Отлично. Второе. Свет, сколько время осталось? Отлично, все, круто. Продавать на встрече – это часть работы нашей. Дальше, когда клиент приходит на дозрайв, мы же не только ему показываем. Наша задача – придумать схему, по которой клиент там оставит предоплату. И желательно, чтобы 100% людей, которые к нам приходят, хотя бы 80%, то есть 8 из 10, оставляли предоплату. Это несложно сделать абсолютно, даже не продавая. Потому что клиент, который пришел уже, все уже сложилось. Он пришел к нам по нашему запросу, по его запросу, все сложилось. То есть нужно очень сильно постараться, чтобы он ничего не купил. Вот, поэтому дальше это будет легко. Но все равно это надо сделать. Надо не постесняться сказать, да, давайте сейчас мне предоплату, чтобы я забронировал время, место, людей, чтобы мы начали уже работать что-то. 10, 15, 20 тысяч. Нормально, абсолютно нормальная схема. Кто так делает, берет сразу. И какой клиент сам уже принимает решение, говорит, да, я принимаю решение, мне подходит. Я отвечаю за свои слова, то, что ты показываешь, мне нравится. Говоришь, ну нравится, плати. И он платит. Просто надо не стесняться это сказать, и все. Многие стесняются и консультируют, говорят, я подумаю и уходят. Это не полезно ни нам, ни клиентам. Простое тупое действие, но это важно. Значит, продаем на встрече часть работы. Если клиент сразу не готов, все, продаем только либо планировку, либо концепцию, что-то, небольшое действие. Если готов, можно продавать весь проект. В процессе тоже идут до продажи. Например, это управление строительством, авторский надзор и комплектация. Здесь у нас продажи в двух частях. Первое, либо клиент нам платит, либо второе, он нам не платит, и ничего страшного в этом нет, потому что он с нас не требует. Самое плохое, когда клиент подумал, что все эти услуги, комплектация, управление строительством и авторский надзор, это входят в проект. И он свято в это думает. И тогда мы как бы и деньги не получили, и отвечаем за это, и не отвечаем, и сами не понимаем, делать или не делать, и уже не знаем, как это казать. Вот это самое такое мероприятие неправильно. Поэтому на четвертой части либо мы продаем, либо наоборот объясняем, что он не купил, и значит, мы здесь не занимаемся. И то, и то нормально. Все, в принципе, у меня на этом. Если есть какие-то вопросы, я могу оставить телефон. Бонус, смс-ку киньте, просто телефон, имя свое и email. Я вам пришлю расширенный вопрос по поиску уникальности. У меня есть еще одна, мы не успели, сейчас табличка есть, PDF пришлю. И подскажу вам, если мне задаете вопрос в Телеграме, мне напишите ответы на вопросы, напишите небольшой отзыв о лекции вот этой, и я вам подскажу, как вашу уникальность найти. В принципе, все. Если есть какие-то вопросы, задавайте, готов поотвечать по любой теме. Друзья мои, давайте сначала Станислава поблагодарим аплодисментами, и потом будем готовы задать ему вопросы. Да, вот я вижу, что ты тянешься к книге. Да, у меня еще есть книга, энциклопедия дизайна и комплектация, увесит такой кирпичик, почти килограмм весит. Вот, я ее написал. Здесь о том, как правильно работать по комплектации дизайнеру, как взаимодействовать с поставщиками, как поставщикам наладить взаимоотношения с дизайнерами, как зарабатывать больше денег через комплектацию. Все, спасибо. Продолжение следует...